Коллеги, рядом со мной Александр Хачьян, модератор нашей IT-сессии сегодняшней. Здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Александр. Да, только модератор немножко ЕКОМ-сессии с примесью IT. Замечательно! Теперь хочется узнать, о чем была сессия, какие были подняты вопросы? За последние два дня на конференции обсуждалось очень много вопросов в целом про ритейл, про его цепи поставок, про товары. Сегодня мы рассматривали практически все те же вопросы, но через призму электронной торговли, через призму онлайн-торговли, как оно сказывается, затронули ли такие вещи, как система лояльности, будут ли там изменения. Изменений не будет, можем порадовать наших покупателей. Цепи поставок, да, они меняются, но товарных яв не ожидается, что тоже очень радует. Заявление Мантрова о том, что на цепь поставок перестроение может уйти до полугода, многие ритейлеры сказали, что уже почти все перестроили, у кого-то уже там проект 80% товарных категорий также уже построено. Да, есть сложности в области IT. Рассматриваются варианты, как нам наращивать мощности в области железного IT. Но есть такой положительный вроде как тренд на то, что высвободилось не так уж прям конски, но хорошо высвободилось IT-ресурсы и стало их проще набирать. Но это также все признают, что это короткий промежуток, надо сейчас брать. Потому что на панике ребята сейчас быстро пристраиваются, но через месяц-два это все может закончиться. Поэтому если есть у компании некая IT-стратегия, где нужны эти ресурсы, лучше с ней поторопиться, потому что скоро мы опять будем в жесткой зависимости от нехватки IT-ресурсов. Если коротко, то мы поговорили про эту историю, про импорт-замещение, про собственные торговые марки, про значимые собственные торговые марки, как никогда, и про альтернативные источники поставок товаров. Это коротко. Расскажите, пожалуйста, как специалист, как у нас в принципе IT-индустрия себя чувствует? Наша российская неимпортная, насколько у нас с кадрами хорошо, насколько у нас хорошо в принципе с решениями? Готовы ли мы в принципе в самое ближайшее время полностью своими силами закрыть нуждающиеся позиции? Если не говорить про железо, то у нас все хорошо. Мы максимально независимы в этой истории. У нас есть огромная школа инженеров, разработчиков, всевозможных администраторов. У нас довольно-таки богатый внутренний рынок на собственные продукты разработки программного обеспечения. Конечно, это не полные аналоги условно-мировых лидеров, такие как САП. То есть между САП-ЕРП и 1С-ЕРП есть большая пропасть. Но заменить САП-ЕРП тоже можно набором нескольких решений, которые каждый себя будет покрывать свои бизнес-процессы. Это не катастрофа. Мы в этом плане можем быть независимыми. Вот где у нас боль, это зависимость от импортного железа, не только китайского, но и в целом европейского, американских производителей. И это сейчас одна из болей, которую надо оперативно решать, как ее закрывать. Быстро мы своей мощности здесь никак не построим. Это долгие, сложные технологические процессы. Сами мы это не сделали. Это та боль, которой надо искать альтернативы. Правильно ли я понимаю, что государство понимает эти боли и при этом отвечает на это поддержкой IT-индустрии как таковой, поддержкой с проверками, с отстрочкой армии и так далее. И в принципе, возможно, поймет ту боль отсутствия железа, отсутствия, может быть, каких-то мощностей, которые мы не располагаем пока. И есть какие-то радужные перспективы, что в ближайшее время с поддержкой вообще в принципе общегражданской и нашего правительства мы сможем это сделать в кратчайшие сроки. Или в принципе мы понимаем, что эта пропасть настолько велика, что понадобятся годы. Ну, относительно поддержки инженеров, да, правительство пошло, сделало очень быстрые оперативные шаги относительно льгот, относительно льготных условий на кредиты, отсрочки и прочее. Это также сподвигнуло многие крупные компании, выделяя свой IT-департамент в отдельное юрлицо, чтобы получить эти льготы. Это действительно очень существенная история. Относительно быстрого запуска собственного IT-развития железа, то есть серверов, компьютеров и прочего, здесь никто иллюзий не питает, это быстро не сделать. Поэтому здесь правительство пошло на другой шаг, оно начало легализовывать, так сказать, декриминализировать историю с параллельным импортом, что тоже дает поспорие. Ну, и мы видим желание многих европейских поставщиков, ну, международных поставщиков, что они испытывают глубочайшее давление на центральную свою офис, относительно того, чтобы выйти из России. И они из-за этого уходят, прекращают деятельность, либо прекращают, полностью уходят, либо временно. Но, тем не менее, мы видим, что тот же самый NVIDIA взял и открыл на территории Армении свой исследовательский офис, уже набрал туда штат и даже собирается там делать какой-то большой блок набора специалистов. Да, Армения – это довольно-таки удобная точка транзита для параллельного того же импорта. Мы вспомним, получается, белорусскую креветку, и поэтому понимаем, что скоро появятся армянские видеокарты. Да, армянские видеокарты, да, тоже скоро могут появиться, да, также казахские сервера, все это скоро будет. Есть еще иные точки зрения, ряд наших клиентов рассматривает возможность зависшие контейнеры с железным оборудованием не искать, как их привезти в Россию, а условно разместить в дата-центрах дружеских стран, вот, там поставить их на баланс и использовать, соответственно, их оттуда. Это тоже, может быть, альтернативной точкой пользования и достижения целей. И приятно слышать, что все проблемы, которые есть, они, в принципе, как минимум в теоретическом плане уже решены, и есть план А, план Б, план С и так далее, что вселяет, конечно же, надежду. Спасибо большое и пожелаем вам удачи. Спасибо вам. В целом, если назвать проблему не проблемой, а задачей, то очень легко находятся решения. И в бизнесе давно уже научился это делать. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо.